Всем привет! Меня зовут Наталья Инспирием, и это YouTube-канал о том, как начать новую жизнь и измениться до неузнаваемости. Сегодня я поделюсь с вами самыми эффективными бьюти-процедурами, которые лучше всего влияют на внешность и помогают стать красивыми и похорошать. Сразу скажу, что в этом видео я не буду говорить о салонных процедурах, а именно о том, что можно сделать самостоятельно для своей внешности. И, если я не ошибаюсь, большинство пунктов совершенно бесплатные, основанные скорее на вашей силе более, чем на вашем кошельке. На это видео меня вдохновил переезд из одной страны в другую. Я поменяла место жительства, и я взяла с собой очень мало одежды и косметики. Здесь я еще не знаю, куда ходить на йогу, где удобнее бегать, как удобнее бегать. Здесь другой климат, здесь все по-другому. Здесь даже продукты в супермаркете совершенно другие, не те, к которым я привыкла. И мне, если посмотреть правде в глаза, нужно начинать всю бьюти-рутину устраивать с нуля. И вот в этом видео я расскажу, чем я займусь в первую очередь, чтобы привести свою внешность в порядок. Потому что после продолжительного переезда и стресса она немножко пострадала на сникерсах и бессонных ночах. Поэтому поехали! Первое, что портит внешность и что мне в себе больше всего не нравится, и то, из-за чего я больше всего недовольна своим отражением в зеркале, это отеки и легкая такая припухлость. Сразу скажу, что я не склонна к отекам или каким-то опуханиям из огурцов. В принципе, я могу достаточно много съесть солененького на ночь и лишь немножко с утра припухнуть. Но все равно какая-то тяжесть в лице появляется, как будто здесь набирается лишняя жидкость и дело не только в солененьком, а дело как раз-то в малоактивном образе жизни. Из-за стресса плечи подняты. Ты сидишь вот так вот за компьютером, ты все делаешь с этими поднятыми плечами. Здесь все становится просто железобетонное. Большинство наверняка моих телезрителей меня сейчас поймут, о чем я говорю. И опять же, я не косметолог, я не какой-то ученый, терапевт или нет. Я говорю о своих личных ощущениях. И вот от такого образа жизни здесь все зажимается, пережимается, и лимфа плохо циркулирует. Она плохо циркулирует, она задерживается в лице, и оно становится таким одутловатым, что очень некрасиво. Мне очень нравятся такие сухие, подтянутые женские лица. И подтянутые не столько какими-то процедурами, а сколько именно здоровым образом жизни. Что мне помогает держать мое лицо в тонусе и чем я займусь в ближайшее время? Это прежде всего йога и растяжка именно этой вот зоны, верхней части позвоночника, шеи, плеч, грудной клетки. Когда я делаю асаны именно на эту часть тела, на третий-четвертый день лицо уже выглядит по-другому. В принципе, если хорошо постараться, можно и за одну тренировку как следует вот здесь все на место поставить. Поэтому первый пункт – это йога, асаны и любой спорт, который помогает жидкостям в вашем теле всем хорошо двигаться и не задерживаться вот здесь, вот тут, вот так вот, чтобы не ходить такой вот сонный, заспанный, не выглядеть как собственная подушка. Второй пункт – это вы сейчас закатите глаза, типа, блин, ну как банально, ничего нового, мы это уже слышали, я знаю, что вы уже слышали, и я знаю, что вы продолжаете этим пренебрегать. Это, конечно же, сон. Если вы не высыпаетесь, если вы не ложитесь рано и рано не встаете, надо очень сильно много вкладываться в свою внешность, всякими там сторонними вмешательствами, чтобы как-то ее поддерживать, потому что сон поддерживает здоровье, состояние клеток. Если вы слишком поздно ложитесь, плохо высыпаетесь, спите тревожно, втыкаетесь в телефоне до часу ночи, никогда, никаким образом это вам не добавит красоты. Сон – это то, что ставит ваше лицо и, в принципе, все тело, весь организм на место, потому что ночью мы восстанавливаемся не только психологически, но и физически в том числе. Я не буду продолжать раздражать вас банальными повторениями одного и того же, но высыпаться очень важно, если хочется быть красивой. Третий способ хорошо выглядеть – это, конечно же, делать много кардио и хорошо пропадеть. В принципе, когда я делаю продолжительные кардио-тренировки, когда с меня течет пот буквально ручьями, после этих тренировок я выгляжу всегда потрясающе. Я потом приму холодный душ, отдохну час-два, и я не узнаю себя в зеркале. Я выгляжу суперклассно, особенно если я выспалась, особенно если я сделала в конце тренировки асаны на верхнюю часть спины. Лицо все становится на место, шея становится длиннее, кожа начинает светиться. Это именно та красота, которую я люблю и уважаю, которой стремлюсь. И я уже говорила на этом канале, что кардио-тренировки, такие хорошие, ядреные кардио-тренировки на свежем воздухе – это один из лучших бьюти-коктейлей, которые вы можете принять себе на душ. Также в этом видео я спешу анонсировать свою новую лекцию, которая называется «Легкий старт. Как выйти из периода рения». Эта лекция будет посвящена не тому, как начать новую жизнь, не тому, как резко стать продуктивной, а именно вот этому маленькому циклу зацикленности между «Ой, не сегодня, завтра точно начну». И вы просыпаетесь, у вас не получается начать делать какие-то дела, у вас снова какое-то апатичное или не такое настроение, и вы не начинаете, у вас снова растёт чувство вины, вы ещё хуже себя ведёте, и на следующий день вы снова планируете, что вы начнёте делать дела, но вот снова не получается. И вот этому маленькому именно промежутку времени, вот этой маленькой зацикленности исключительно ей будет посвящена моя новая лекция «Легкий старт». Лекции пока ещё нет в доступе, она будет доступна в конце ноября, но если вы хотите приобрести лекцию со скидкой, то можете переходить на Boosty и получать доступ к посту уже прямо сейчас, или же на моём веб-сайте, если я успела подготовить анонс на нём. Питание. Переедание на ночь, будешь отёкшая, пухшая. Много фастфуда, шоколада может засыпать прыщами и так далее. Питание – дело очень индивидуальное, но в нём есть базовые принципы. И я считаю, что нужно не столько сокращать количество вредной пищи, сколько увеличивать количество полезной. Несколько продуктов, которые для меня beauty must have в питании – это хороший качественный белок и клетчатка. Если есть их достаточно, то вашему организму будет хорошая помощь в виде клетчатки до пищеварения. И, конечно же, белок, чтобы вот эти все наши ткани, коллаген, который там в них содержится, или должен содержаться, чтобы он как-то восстанавливался, как-то наши кости, тело хуже питались, а из чего они ещё состоят? Ну, не из чипсов же. Правда? Поэтому питание, конечно же, вода, пить больше воды. Ну, а про сигареты и алкоголь я уже молчу. Снова закротили вы глаза от этих всех антональных вещей, которые вы уже слышали. Но я не устала повторять, потому что это работает, это работает, это работает. Крема работают через раз, через пять раз. Можно купить витамин С за 100 евро, ещё что-то, будут увлажняющие там, скин с ютиклсы всякие за сумасшедшие деньги. И не факт, не факт, что они подойдут, скорее всего, вы выбросите просто деньги свои в помойку. Но если вы сходите на тренировку, выспитесь, правильно покушаете, это сработает. Это действительно сработает. Ну, и ещё один пункт, который касается внешности напрямую, это стресс. Когда я долгий промежуток времени нахожусь на стрессе, я буквально вижу, как он отпечатывается на моём лице. У меня кожа сама по себе очень тонкая. Но когда я стрессую, это не значит, что я там что-то перепугалась резко, а значит, что по работе загоняюсь, счета загоняюсь, отношения с людьми там загоняюсь, постоянно вот это кручу в своей голове, и ты постоянно в состоянии бей или беги с этими поднятыми плечами, всё, ты находишься в состоянии стресса. И когда я нахожусь долго в состоянии стресса, моя и без того тонкая кожа становится ещё тоньше. Я постоянно розовая. У меня лицо становится розовое, в отличие от шеи. И каждый раз, когда я в стрессе, я замечаю эту тенденцию. Кожа просто истощается. И чем-то её там уже не мазюкой, она даже все крема, все лосьоны или какие-то сыворотки воспринимает недружелюбно, высыпаниями и так далее. И, в принципе, на всём теле могут быть высыпания, могут начинать вырастать волоски, и, в принципе, кожа высыхает. Поэтому нужно снижать уровень стресса. Это самый разрушительный для нашей красоты фактор. Что стресс снижает? Сейчас снова будете закатывать глаза, как будто вы всё знаете на этом свете, и ничем вас уже не удивишь. Но что снижает стресс? Это сон, о котором мы говорили. Это спорт. Спорт вообще даёт стрессу бой. И, конечно же, хорошее питание, чтобы организм мог в таких вот стрессовых обстоятельствах восстанавливаться, чтобы ему было из чего. Ну, конечно же, не передать, потому что это только добавит сложностей. Вашу бьюти-рутину. А если говорить про баночки, про уход за кожей, то для меня главный бьюти-секретик – это адапален. Это средство, которое мне прописал дерматолог, потому что у меня акне. Я пользуюсь адапаленом уже почти полтора года, и это средство медленно, но очень эффективно работает. Моя рекомендация, моя основная бьюти-рекомендация – посмотрите на своё лицо, посмотрите на свою кожу. Какая у вас главная проблема? Вот основная. Может быть, это тусклость, может быть, это акне, может быть, это, не знаю, что, отёки. Может, у вас хорошая кожа, но лицо постоянно отекает. Или круги под глазами, или ещё что-то. Посмотрите на главную проблему и начните работать конкретно с ней. Я замечаю, как девушки вклинивают в свою бьюти-рутину всё, что модно. Всё, что модно, всё, что сейчас рекламируется, всё, что типа надо, то и скупается в надежде, что как-то оно применится. А по факту нужно сосредоточиться на одной точечной бьюти-проблении. Вот у меня это акне. Вторая – это отёки. Ну, когда лицо становится такое, как подушечку от малоактивного образа жизни и плохого сна. Когда вы этим занимаетесь, всё хорошо. Не надо притягивать за уши какие-то непонятные модные бьюти-процедуры, какую-то непонятную косметику, какие-то непонятные совершенно процессы, которые занимают ваше время и деньги, но не дают никакого эффекта. Сначала база, а потом, если уже есть время, настроение и средства, что-то другое. Если вам особенно интересно то, как я буду выстраивать свою бьюти-рутину с нуля на новом месте, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот здесь он будет. Вот подписывайтесь на него обязательно. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что я напомнила вам о важных вещах в уходе за собой. И это та рутина, которой я сейчас займусь. Сон, например, я уже восстановила. И достаточно быстро. А если вам интересно тема бьюти, и вы еще хотите посмотреть подобные ролики на моем канале, то я оставлю ссылки вот здесь. В конце видео они останутся и приглашают вас в просмотр. Всем спасибо, что посмотрели это видео. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok